я знаю зачем ты здесь ты хочешь знать знать истину и суть вероятно в твоей голове возникают вопросы зачем я здесь для чего я живу что есть жизнь и смерть почему все так как есть как выйти из матрицы и стать творцом своей жизни или может и не надо никуда выходить а просто нужно научиться играть внутри матрицы в свою игру зная ее закон что если ответы гораздо ближе чем мы думаем миллионы людей ищут ответы копают считают практикуют но явно что-то ускользает из виду или мы что-то не понимаем если жизнь до сих пор не управляется так как хочется именно тебе любовь честное и чистое отношения изобилие и достаток в семье путешествие духовное развитие радость и счастье понимание своего места в этом мире все мы хотим на самом деле примерно одного но как же все устроено все мы помним фильм матрица который вышел в 1999 году и поразил умы многих из нас и не своей графикой и качеством картинки хотя тогда она была на высоте и это был один из самых высокотехнологичных фильмов нас поразило нечто другое глубина и смысл многим из нас тогда было 15 20 может 25 лет кто-то был старше но фильм зацепил цепляет только то что резонирует с истины в глубине нас и было еще много глубоких фильмов со смыслом показывающих некую модель мира в котором мы живем но за метафору мы возьмем именно это кино а что если это все не просто похоже на правду а прямое метафорическое объяснение того мира в котором мы с вами живем и режиссеры очень постарались вложить сюжетную линию ответы на многие вопросы давайте рассмотрим строение мира в котором мы с вами живем с разных сторон и с разных научных и религиозных течений но простыми словами в древних ведических писаниях существует понятие майя это особая сила или энергия которая одновременно скрывает истинную природу мира и обеспечивает многообразие его проявлений это и есть матрица физический плотный мир который мы видим можем потрогать что-то построить в нем что-то создать трехмерный мир с конкретными характеристиками каждого материального объекта и мы можем стандартными органами чувств как-то описать все эти объекты по сути майя это иллюзия материальной реальности которая создается в сознании наблюдателя в сознании наблюдающего субъекта а что говорит наука копая глубже физики все-таки пришли к тому что между атомами и внутри атомов около 99 и 9 процентов пустоты и в итоге все есть энергия с определенной вибрационно-частотной и информационной характеристикой и что субъективная реальность каждого человека складывается у него в голове предметы объекты ситуации со стороны каждого человека воспринимаются по-разному простой эксперимент это показывает с одной точки зрения ты ясно видишь квадрат с другой точки зрения круг с разных сторон ты видишь совершенно разные фигуры каждая точка внимания который по сути является человеческое сознание воспринимает мир по-своему культура и семья в которой вырос человек определяет восприятие мира и отношения к нему но мы чувствуем что есть что-то что нас объединяет как минимум то что у нас есть понятийный аппарат с помощью которого мы можем описать окружающие объекты похожим образом как будто мы все в одной игре правило которые до конца не понятны иначе все бы жили припеваючи и есть правила и законы написанные людьми которые внедряют в сознание каждого из нас самого детства что и определяет в итоге мировоззренческую платформу каждого из нас и не ведет большинство людей к счастью здоровью полноценным отношениям достатку и изобилию а также существуют законы которые выше человеческих они еще называются коны мироздания которые определяют основные правила игры написанные невидимым архитектором реальности богом природы всевышним творцом с помощью длительного анализа и синтеза удалось описать и структурировать эти законы на нашем канале мы разбираем эти законы для качественного взаимодействия с собой другими людьми и всем окружающим пространством очень рекомендуем начать их изучать и внедрять свою жизнь но законы мироздания это отдельный вопрос с которым нужно отдельно разбираться а мы сейчас возвращаемся к пониманию матрицы и устройство мироздания прямо сейчас я открою тебе то что ты скорее всего чувствовал всегда а может последние годы но начнем немного издалека в одной из древнейших философий мира ведической философии существует понятие атман атман или духовная единица это первичный ты выше одухотворяющая субстанция физического тела это одно из центральных понятия ведической философии и схожие понятия есть почти во всех древних культурах вечная неизменная духовная сущность абсолют осознающий свое собственное существование этот термин используется для описания высшего я человека и всех живых существ также существует понятия джива или живатма которая обозначает отдельную душу вечное духовное живое существо в корне этого слова понятия дышать на санскрите джив самое интересное что и русское слово живой и латинское слово вивус имеют один индоевропейский корень джива мельчайшая частица абсолюта или всевышнего которая равна ему по качеству но не равна по могуществу наше истинное я духовная я которая никогда не умирает джива находится вне времени и пространства и и невозможно уничтожить никаким известным оружием божественная искра это то же самое искра микро составляющая единого огня жизни и она может зажигать но она не есть весь огонь ты живой сделай глубокий вдох вот она жизнь она течет сквозь тебя мы все с вами прекрасно знаем такие понятия как бездушный малодушный душевный и великодушный человек ты можешь описать каждое из этих понятий это интуитивно заложено в нас в тебе уже зашито знание моя задача помочь тебе вспомнить согласись к великодушному человеку тянет с ним хочется общаться таким хочется стать и уверен ты знаешь что великодушный человек счастлив в этой жизни его образ предстает перед глазами добрым и светлым к такому человеку по закону резонанса и подобия притягиваются позитивные люди возможности легкое решение любых жизненных задач каждый из нас может развивать свою душу расширять ее становиться великой душой расширять свою искру и зажигать искры в других людях каждый из нас может стать великодушным человеком но не одной душой живет человек у нас есть физическое тело первичная базовая материя которую одухотворяет джива и все мы учимся этой материи управлять в начале двигать пальчиками и держать ложку ходить строить пирамидки а потом больше и больше способности и возможности тела иногда завораживают и достижение некоторых людей и их способности которые доступны многим из нас кажутся совершенно будоражащими но это есть георгий иванович гурджиев известный мистик двадцатого века называл тело биомашиной временный аватар имеющий срок годности и через который ты можешь познавать этот мир эту матрицу взаимодействовать с другими аватарами проходить квесты путешествовать играть слушать музыку вкушать еду любить страдать рожать новых маленьких аватарчиков для заселения в них души и рано или поздно умирать челло век в самом слове заложено понимание что жить нам около 100 лет научно доказано что способность к регенерации тканей и клеток можно сохранять до 120 150 лет и существует много примеров жизни человека более 120 лет у тела есть свои законы по которым оно функционирует тело это совокупность систем сердечно-сосудистый эндокринный нервный мочеполовой и многих других они находятся в системном взаимодействии друг с другом организм человека и мозг как единый управляющий центр это сложнейшая структура которая состоит из примерно 80 триллионов клеток и около 90 миллиардов нейронов находится в головном мозге между миллиардами нейронов существует огромное количество взаимосвязей что в итоге образует целую вселенную в голове каждого из нас и мы даже не думаем как все это работает оно просто работает само по себе только желательно заправлять эту машину более правильным топливом также тело является симбиотической системой в нас живут тысячи других форм жизни бактерии грибы и мы с ними в сотрудничестве научившись качественно управлять своей базовой первичной материи своим телом и мозгом ты можешь полноценно радоваться жизни много лет симбиоз тело и души это и есть человек homo sapiens человек разумный и в этом видео мы хотим разобраться как стать homo futuros человеком будущего или даже homo deus человеком богом ты не тело не душа не личность ты многомерное энергоинформационное существо плотное тело которого это лишь видимая временная оболочка ты не ограничиваешься одной лишь физической реальностью а представляешь собой сложное слияние энергии информации и сознания твоя личность и эго формируются взаимодействием с окружающим миром обществом и культурой она представляет собой временный конструкт который помогает тебе функционировать в материальном мире и как мы уже поняли за этим временным образом скрывается твоя истинная сущность бессмертная и вечная душа которая пребывает в гармонии со всем миром она ясно осознает единство совсем чувствует и осознает присутствие творца абсолюта источника и вот ты здесь чтобы все это уложить по полочкам не многие задумываются о том что наша жизнь это выбор ты сам выбрал жить эту жизнь и это не случайное стечение обстоятельств ты имеешь право выбора как тебе жить знать кто ты или не знать жить великодушно или малодушно жить в любви или в страдании у каждого человека есть возможность сознательно управлять своей жизнью стать так называемым творцом своей реальности а не быть пассивным наблюдателем с которым жизнь случается быть автором или жертвой это выбор но он появляется только тогда когда сознание человека пробуждается ото сна и существуют также некие элементы системы и факторы задача которых держать человека в спящем состоянии помнишь ли ты агентов фильме матрицы как только не начал свое пробуждение задача агентов было не допустить это и вернуть его к прежней роли роли винтика системы и даже когда не оказался уже пробужденным агенты и другие элементы матрицы пытались сделать все чтобы вернуть его в спящее состояние сми законы религии наркотики алкоголь табак мусорная еда и обилие наркоподобных компонентов в пище прививки средства массового одурманивания и запугивания все это элементы матрицы задача которых не допустить твое пробуждение твое осознание себя как творца как душу как игрока и есть мнение что по закону свободы воли на уровне мироздания каждый из нас сам выбрал сюда прийти и забыть о том кто я на самом деле и для чего сюда пришел только представь ты являешься вечной и нерушимой субстанции назовем ее душой которая существует во вневременном пространстве и которая стремится расширяться и развиваться взращивая в себе те или иные качества ты знаешь что родившись в теле человека есть правило игры одной из которых это забыть о том кто ты на самом деле и ты соглашаешься с этими правилами и вот ты здесь в начале учишься управлять первичной материей своим телом далее через тело ты познаешь материальный мир и в соответствии со множеством параметров живешь хотя многие из нас до пяти лет помнили и прошлые жизни и зачем сюда пришли и откуда пришли но матрица на той матрице почти все мы забываем под воздействием май и системы может для того чтобы игра была интересна возможно а есть люди которые не забывают зачем они пришли или вспоминают в раннем возрасте но таких меньшинство возможно именно уровень общего развития души в прошлых воплощениях определяет это согласно собранной базе знаний из разных культур я пришел именно к такому выводу ты сейчас здесь это что ты слышишь резонирует твоей душе прямо сейчас а может у тебя есть свое мнение пиши в комментариях я здесь ничего не утверждаю передаю исключительно субъективную точку зрения свою мировоззренческую платформу и это базовое видео первая часть небольшого сериала хочу тебя поздравить если ты досмотрел до этого места то сто процентов ты находишься уже на определенной стадии осознанности или пробуждения поставь лайк этому видео прямо сейчас с твоей помощью мы достучимся до большего количества душ лайк и комментарий помогут продвинуть это видео давай составим конкуренцию бессмысленным видео и политическим новостям ты бродил по интернету и как бы случайно попал сюда но случайности не существует случай это псевдоним бога когда он не хочет подписываться собственным именем анатоль франц лауреат нобелевской премии и достаточно часто вот так случайно мы попадаем на информацию или моменты прозрения которые помогают нам пробудиться так что ты в правильном месте и прямо сейчас сделай глубокий вдох и медленный выдох посмотри по сторонам что ты видишь где-то осознаешь ли ты что сам создал и выбрал то место в котором сейчас находишься или ты до сих пор считаешь себя заложником обстоятельств существуют разные методики определения уровня развития сознания человека каждый из нас проходит по этим уровнем чем выше осознанность и чистота восприятия реальности тем легче человеку жить радостно изобильно и полноценно поднимаясь по эволюционным уровнем меняется твоя жизнь сейчас вероятно ты видишь что большинство людей вокруг тебя являются спящими или пробуждающимися это первый и второй уровне развития сознания некоторые люди вокруг тебя являются борцами и искателями это третий и четвертые уровни развития сознания также существует еще пять более высоких уровней развития сознания и у каждого из них есть своя характеристика об этом мы сделаем отдельное подробное видео и чтобы не пропустить подписывайся на канал и даже по названию уровней спящий борец пробуждающийся основные параметры достаточно ясны и внимание нет плохого и хорошего уровня есть просто факт и некоторые души будут спящими всю свою жизнь некоторые застрянут в состоянии борца или состоянии искателя а некоторые станут полноценными игроками или даже творцами реальности не исключено и даже вероятно что совсем недавно ты был спящим и в какой-то момент стал пробуждаться ты видел мир по-другому не так как сейчас твоя субъективная реальность была совсем другой понимание мира которая складывалась тогда в твоей голове было совершенно отличным от того понимания которое есть сейчас совсем непонятно было что такое любовь к себе и для чего нужно учиться любить ты видел несправедливый мир возможно часто враждебный к тебе не было ясно для чего быть честным и искренним с другими людьми не было понятно почему лучше не употреблять алкоголь и не курить сигареты питаться более здоровой пищей не смотреть телевизор и новости было много страхов за будущее сомнений и беспокойств и основным мотиватором возможно тогда было выживание удовольствие и материальной ценности вопрос кто я на самом деле не возникал вовсе или проявлялся только выборе профессии сейчас ты видишь мир совсем иначе пробуешь новое изучаешь вопросы духовности и вероятно понимание бога и духовности за последние несколько лет кардинально поменялись ты уже видишь что вокруг много лжи и много навязанных страхов в которые ты больше не хочешь играть возможно в какой-то момент ты чувствовал себя совсем одиноко и даже непонятно было с кем поделиться тем что ты чувствуешь и со старыми знакомыми уже совсем непонятно было о чем разговаривать старые темы стали неинтересны допускаю что большинство смотрящих это видео сейчас находится в состоянии пробуждения борца и искателя это 2 3 и 4 уровни развития сознания ты ищешь пути лучшей и более осознанной управляемой жизни познаешь себя и мир больше читаешь анализируешь смотришь развивающие видео учишься любить себя ищешь новые возможности ты все больше понимаешь что отношения нужно выстраивать на базе честности и ты хочешь научиться по-настоящему любить и получать любовь и если пока еще ты не понял кто ты и что такое безусловная любовь то этот вопрос может тебя сильно волновать есть плохая новость многие застревают на этом уровне на очень много лет уходят в практике религиозное течение ищут ответы на вопросы и ищут и ищут а жизнь сильно не меняется создается иллюзорное ощущение что я же теперь осознание чем 23 года назад до осознание и вероятно чуточку счастливее но часто человек застревая на этой стадии не может перейти на следующий уровень создается модель иллюзии познания где ты познаешь и познаешь прорабатываешься и так далее а все примерно как было так и остается проявляется некая дуальность особенно в начале где ты не понимаешь почему они такие а ты другой и ты разделяешь себя от тех кто пока еще спит и также разделяешь себя от тех кто якобы гуру из-за сравнения и оценок формате хорошо плохо человек остается в дуальном восприятии что держит его как в оковах при правильном наставнике и методологии интегрального целостного развития можно сделать квантовый скачок и прорыв в развитии по всем сферам жизни без разделения материального и духовного без потерь иметь изобилие счастья любовь радость мудрость и реализацию во всех сферах жизни в балансе в любом возрасте человеку любой профессии и любого денежного достатка к вопросу уровня развития сознания и того к чему ты можешь прийти очень скоро при правильном подходе мы вернемся чуть позже а помнишь морфеуса того человека который пробуждал других когда-то его тоже пробудили и таких как морфеус вокруг уже не так мало их называют проводниками духовными наставниками учителями и если ты вспомнишь него после пробуждения в начале было больно он даже хотел чтобы его вернули обратно в матрицу он не был готов принять реальность такой какая она есть на самом деле он не был готов увидеть что большинство людей спит и в каком-то смысле являются батарейками он искал причину остаться пробужденным он боролся дрался потом произошли глобальные изменения в его сознании и тогда он понял что такое любовь как работает матрица услышал голос души который фильме играл оракул пифе и познакомился с архитектором реальности напрямую который знал все точно наперед и уже после перехода на несколько следующих уровней осознания он познал истинную безусловную любовь ко всем и даже к машинам помирив два враждующих мира а вначале он учился и после потери всех предыдущих смыслов он учился заново жить похоже ли это на твое пробуждение наша задача задача проводников помочь осуществить этап перехода твоего сознания наиболее оптимально чтобы ты не застрял в искателе и не захотел снова уснуть прибегнув к разным веществам и увещеванием матрицы и мы можем это сделать наиболее оптимально и органично при личном взаимодействии в йоге это называется парампара в переводе с санскрита непрерывный поток или непрерывная цепь преемственности цепь передачи состояния знания мудрости и пробуждения самое интересное что методики трансформации сознания и духовного расширения за тысячелетия претерпели сильные изменения и даже само понимание духовного пробуждения раньше не было возможно без жесткой аскезы например или полного отречения от материального блага и отказ от желаний порождающих страдания раньше духовный путь был крайне религиозен но теперь все меняется формате подобных видео книг и некоего непрямого контакта мы можем помогать тебе уверовать в уникальный путь твоей души который ты сам же и выбрал для прохождения этой жизни наша задача помогать в прохождении этого пути не сдаваться и идти вперед во что бы то ни стало как бы ни было сложно и страшно я понимаю тебя мы все проходим одни и те же стадии и моя задача протянуть руку тем кто на этом пути и в то же время одновременно самому находиться в состоянии ученика поддерживая гибкость мышления и готовность отказаться от любого знания текущего уровня и ты тоже со временем можешь оказаться проводником для тех кто находится на уровень ниже это и есть своеобразный цикл или даже поток пробуждения где мы все друг друга подтягиваем при готовности перейти на следующий этап ты должен быть готов убрать все лишнее страхи сомнения убеждения установки и опыт из прошлого человеческий ум и его держится за то что строит некий каркас понимания мироздания понимания себя и сути бытия но твоя духовная часть ясно осознает что это иллюзия и именно поэтому ты здесь структура эго ума необходимо для развития человека до определенных стадий далее она только мешает но об этом мы поговорим в следующем видео если то что ты сейчас посмотрел зацепила тебя поделись этим с другом отправь ссылку тому кто поймет и если ты хочешь двигаться дальше в истинное развитие у меня есть два пути первый это нажать на первую ссылку под этим видео и попасть в восходящий водоворот трансформационных событий которые дадут тебе твердую опору путь методологию наставника и много дополнительных материалов для твоего развития и перехода на новый уровень жизни и эволюционного развития души это безоплатно второй путь для готовых пойти быстрее и получить результат выраженный в денежном эквиваленте и здесь я рекомендую нажать на первую ссылку а потом и на вторую для того чтобы сразу начать путь с роста в материальной реальности пока человек не закроет базовые потребности он не сможет значительно продвинуться в духовном развитии это факт и мы сейчас не говорим о медитаторах в южных или северных гималаях также как и ребенок пока он не научится управлять телом он не сможет научиться управлять чувствами и эмоциями тем более сверхспособностями и так называемыми ситхами возможно раньше ты считал сверхспособностью зарабатывать большие деньги но со временем ты стал к этому ближе способность управлять материи и навык зарабатывать деньги это база которой необходимо научиться каждому человеку в соединении материального и духовного если мы начинаем разделять материальный мир от духовного то мы разделяем саму жизнь по сути мы разделяем и себя но человек это единение духовного и материального сама жизнь это единое целое когда-то более 10 лет назад хороший доход и свой бизнес позволили мне выделить достаточно много времени на духовное развитие и помимо времени я вкладывал очень много денег в обучение если бы у меня не было финансовой возможности тогда если бы не было определенного уровня свободы то сейчас я не обладал бы тем уровнем осознанности поэтому второй путь для тех кто готов действовать и развиваться интегрально начав с материального вопроса актуального практически для всех ведь именно за деньги матрица держит большую часть людей в тисках духовного развития так получается что большинство из нас вынуждены очень много времени вкладывать в зарабатывание денег а затем в лечение своих болезней в обучение наших детей в ипотеку кредиты квартплату и так далее и это отводит человека от духовного развития если тебе резонирует то о чем мы сегодня говорили выбирай свой путь увидимся во второй серии а